Самбо в Тюмени занимается около 2000 человек. Показатель внушительный. Солидным стал и состав участников первенства города, прошедшего в ZDUS Short 3. Призеры определились в 10 весовых категориях у юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. В некоторых фавориты были известны до выхода на ковер. Так Данил Гарбузов на старте выиграл за явным преимуществом. Чем ближе к финалу, тем напряженнее проходили схватки. Матвей Билан доказал, что невозможное возможно. В одном из поединков его соперник не набрал ни одного балла. Как только он не пытался провести прием и взять захват, ничего не вышло. Затем последовала шикарная контратака и дело сделано. Было непросто на самом деле. Есть небольшое волнение, но все-таки выносливость берет вверх. Вынес все эти четыре минуты. Было тяжело, но я справился. Там момент был неоднозначный с этим броском. То есть получается, ты как на контратаке поймал соперника или как? Вот этот момент, что там произошло? Да, это была контратака. Он подвернулся под меня. Ну и я просто назад его кинул и все. Среди огромного количества единоборств, которыми можно заниматься в Тюмени, самбо прочно занимает свою нишу. То ли еще будет. Ведь борьба за право стать олимпийской дисциплиной выходит на финишную прямую. Самбо у нас не олимпийский, но он принят уже как временный вид спорта. Поэтому надеемся, что в следующий олимпийский он будет включен. К тому моменту, когда подрастут участники нынешнего первенства Тюмени, вопрос с включением самбо в пантеон избранных видов уже должен быть решен. А лучшей мотивации, чем золотая олимпийская медаль, в спорте еще не придумано. Сборная России по мини-футболу провела два гостевых товарищеских матча с национальной командой Польши. В первой встрече действующие вице-чемпионы мира победили 2-1. Голами в их составе отметились Руслан Кудзиев и Иван Чешкало. Другой поединок завершился в ничью 2-2. Второй гол в составе подопечных Сергея Скорович организовала сибирская связка. Тюменец Иван Милованов головой замкнул прострел воспитанника нашего клуба Максима Волонюка. Игры с Польшей получились очень интересные, напряженные и до самого конца непонятно было, кто победит. Они две игры играли в прессинг, агрессивно, бежали в контратаки, били повороты много. Нам не всегда удавалось выходить из-под прессинга, но помимо этого мы создавали много моментов, чтобы реализовать. Кубка мира в Канадском Кенмаре Владимир Драчев прокомментировал на сайте возглавляемой им организации. За сутки до вылета команды принимающая сторона уведомила нас, что не успевает оформить разрешение на провоз оружия в Канаду через территорию США. Обменять билеты времени уже не было, и поэтому было принято решение о том, что оружие будет доставлено в Кенмар отдельно. 5 февраля утром оно отправится в Канаду и к вечеру должно быть в расположении сборной. На официальную тренировку команда выйдет со своими винтовками. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Перед сложнейшим матчем в Тольятти с местной ладой в рамках чемпионата ВХЛ на Тюменский Рубин свалилась эпидемия ОРВИ. Особый урон понесла вратарская линия. В результате место на последнем рубеже занял 18-летний Павел Гущин. Для юного голкипера это стал первый в карьере полноценный матч за Рубин и в лиге в целом. Казалось, автозаводцы должны были воспользоваться неопытностью Тюменца, но именно дебютант стал главной силой гостей. За встречу он отразил все 23 броска в створ. Победную шайбу подопечные Михаила Звягина провели на экваторе матча. Илья Карлин удобной передачей нашел Дениса Давыдова. И снайпер прервал свою затянувшуюся безголевую серию. А на последней минуте второго периода произошла уникальная ситуация. В течение нескольких секунд сломались сразу две клюшки. Сначала Никита Лисов не смог нанести прицельный бросок, а в ответной атаке Егор Фатеев, казалось, уже завозил шайбу в ворота, но и тут помешал несчастный случай. Пробить гуще на автозаводцы так и не смогли. А вот сибиряки свое преимущество закрепили. Станислав Тунхузин поразил цель оригинальным броском и отметил это не менее оригинальным способом. 2-0. Рубин отлично начинает выездную серию. Следующий матч команда проведет в среду в Самаре против ЦСКА ВВС. В Челябинске состоялось первенство Уральского федерального округа среди дзюдоистов до 23 лет. Пробившиеся в призеры борцы получили право выступать во всероссийском финале, который пройдет в начале марта в Екатеринбурге. Тюменцы привезли домой 14 медалей. Четыре из них – золотого достоинства. Победы одержали Алина Сергеева, Валерия Таратунина и Артем Пилипчук из областного центра, а также табалячка Ирина Непочтова. Серебро взяли 7 сибиряков, бронзу – трое. В командном зачете первенствовали хозяева татами. Второе место заняла тюменская сборная. После важнейших домашних побед над югорским «Газпромом Югрой» игроки МФК Тюмень получили мини-каникулы. Команда в двухразовом режиме готовится к вояжу в Новосибирск. За время выходных произошло трансферное изменение. В стан черно-белых вернулся Александр Давыдов. 27-летний воспитанник звонкой на имена Академии МФК Тюмень начало сезона провел в нефтьюганском блике. После ухода из стана черно-белых Дениса Гуляйкина Давыдов точно придется ко двору. Тем более, что атмосфера в клубе для него родная. Мои эмоции только положительные. Рад возвращению, что тем более амбиции у меня, ну, как бы сказать, высокие с этой командой. Попытаться достичь самых достижимых целей. Мы, наверное, с Сашей поговорим про наши именно принципы игры в обороне. То есть они чуть-чуть отличаются от тех моментов, которые были раньше здесь. И при Евгее Николаевиче, Асинце, да, он сейчас работал в блике с тренером, да, с этим. И поэтому чуть-чуть, в принципе, у нас отличаются работы именно в обороне. В рамках чемпионата России МФК Тюмень сразится с принципиальным соперником – Сибиряком. Играть в Наукограде всегда задача не из легких. Нестандартная площадка дает хозяевам ряд преимуществ. Кроме того, красно-белые весь сезон выдавливают оппонентов большинством. Голкипер Николай Балашов зачастую становится равноправным полевым. Но тренерский штаб Тюмени об этих фишках знает. Сейчас будем делать нарезки к этим матчам. Готовиться уже просматривать и постепенно, постепенно. Плюс, я думаю, что мы уже и в том году это проповедовали. То есть площадку нашу центральную чуть-чуть сузим ее. То есть по метру уберем с каждой стороны, чтобы более было площадка похожа моделировать так Сибиряке. Матчи Сибиряка и МФК Тюмень пройдут 8 и 9 февраля.